Всем привет! Ну что, соскучились по закрытым телеканалам? А тут как раз с первого выпуска прошёл ровно год. Но я решил, почему мне не записать новую часть? При том, что в комментариях под второй частью набралось очень много комментариев с предложениями на третью часть. Ну а я что? Я всегда радую своих подписчиков. Потому представляю вам третью часть закрытых телеканалов, которых здесь будет целых 26. Вот так. Удачного просмотра! Начнём со стенки комментариев, а дальше по порядку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Зона вещания Казахстан. Центр управления Алматы-Казахстан. Язык вещания русский-казахский. Владелец Лидия Качалаева. Белим Жанэ Медениет. С казахского знания и культура. Казахстанский культурно-образовательный телеканал. Входит в АО Агентство Хабар. Начало вещания. 26 сентября 2011 года как Медениет. 1 января 2014 как Белим Жанэ Медениет. Конец вещания. Октябрь 2016 года. Причина закрытия слияния с Казах-ТВ. Зона вещания Казахстан. Язык вещания русский-казахский. Владелец Бакыт Кайрыбеков. 2011-2014. Агентство Хабар. 2014-2016 года. Формат изображения 4х3 SD. ОРТВ. Бывший Красноярский телеканал. Первый телеканал Красноярска, который создавался на глазах для зрителей и при их активном участии. Начало вещания. 5 июля 2005 года. Конец вещания. 10 октября 2011 года в 17.00. Причина закрытия перезапуск Афонтова. Заменил 304 канал. Заменен Афонтова новости. Зона вещания Красноярск. Язык вещания русский. Владелец Юнит Медиа. Формат изображения 4х3 SD. 29 канал. Бывший Красноярский телеканал. Сетевой партнер MTV Россия. Начало вещания. 26 октября 1998 года. Конец вещания 12 сентября 2010 года. Причина закрытия прекращения производства собственных программ, продажи и смены собственника сетевого партнера. Заменен MTV. Затем пятница. Зона вещания Красноярск. Владелец Юнит Медиа 1998-2006. RMG с 2006 по 2007. MTV России с 2007 по 2010. Формат изображения 4х3 SD. Афонтова. Частная красноярская телекомпания. Один из самых известных региональных телевизионных брендов России. Начало вещания. 2 апреля 1992 года. Основание. 15 марта 1993 года. Официальное начало вещания. 2 апреля 1993 года. Начало регулярного вещания. Конец вещания. 31 августа 2010 года. Последний день вещания в прежнем виде. 22 октября 2010. Последний день вещания. Причина закрытия. Убыточность прекращения производства собственных телепередач. Заменен TV3 на 9 ТВК. Афонтова новости на 34 ТВК. Зона вещания Красноярск. Язык вещания русский. Владелец Юнит Медиа. Формат изображения 4х3 SD. TV2. Один из первых некосударственных телекомпаний СССР и России. Входит в холдинг Томская Медиагруппа. Начало вещания. 15 мая 1991 года. Конец вещания. 1 января 2015 года. Эфирное вещание. 8 февраля 2015 года. Кабельное интернет вещание. Причина закрытия. Окончание действия лицензии. Зона вещания. Томск. Северск. Томский район. Язык вещания русский. Владелец Томская Медиагруппа. Формат изображения 4х3 SD. Телек Омск АКМЕ. Российская региональная телекомпания, обещавшая на 9 метровом канале. 17.00 до полуночи. Совместно с ТРК Астра на частоте 199,25 МГц. Начало вещания. 7 декабря 1994 года. Конец вещания. Декабрь 2013. Точная дата неизвестна. Причина закрытия. Создание телеканала продвижения. Продажа Телеомск АКМЕ. Компании ООО Межгосударственная корпорация развития. Заменен продвижение. Зона вещания Омск и Омская область. Язык вещания русский. Владелец ООО компания Телеомск АКМЕ. ООО корпорация ОКНО. Формат изображения 4х3 SD. КИДС ЦО. Бывший детский телеканал для детей и их друзей. Начало вещания. 7 сентября 2007 года. Центральная и Восточная Европа. Западная Азия. 1 января 2008 года. Филиппины и Ближний Восток. 20 марта 2008 года. Гонконг, Индонезия, Сингапур и Южная Корея. 15 ноября 2009 года. Австралия. 7 ноября 2009 года. Греция. 1 мая 2010 года. Южная Африка. 1 июня 2012 года. Малайзия. Конец вещания. 31 декабря 2013 года. Европа. 13 февраля 2014 года. Юго-Восточная Азия и Австралия. 2014. Остальные территории. Причина закрытия. Растущие проблемы международной индустрией детского телевидения. Зона вещания Европа, Азия, Африка и Австралия. Язык вещания преимущественно английский. В некоторых странах, в частности в России, были адаптации на местные языки. Владелец NBC Universal Chorus Entertainment. Формат изображения. 480i SDTV. 576i SDTV. Первая программа ЦТ СССР. Дочерний канал Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Начало вещания. 22 марта 1951 года. Конец вещания. 27 декабря 1991 года. В 6.29. Причина закрытия. Организация Всесоюзной ГТРК. Распад СССР. Заменил телевидение имени Горького. Заменен первый канал Останкино. Зона вещания СССР. Центр управления Москва. Шаболовский телецентр 1951-1980. Москва телецентр Останкино. 1980-1991. Язык вещания русский. Владелец гостелерадио СССР. Формат изображения 4 на 3. TVE Brazil. Также известно как Образовательное телевидение Образовательной Ассоциации Рио-де-Жанейро. Бывшая бразильская телестанция. Начало вещания. 5 ноября 1975 года. Конец вещания. 2 декабря 2007 года. Причина закрытия. Падение популярности. Зона вещания Бразилия. Язык вещания португальский. Владелец общественной телевизионной сети. Формат изображения 4 на 3. SDTV. Хэджи Маншэйти. Телеканал из Бразилии. Вещавший из Рио-де-Жанейро. Основал телеканал бразилец Адольфо Блох. Начало вещания. 5 июня 1983 года. Конец вещания 10 мая 1999 года. Причина закрытия банкротства. Зона вещания Бразилия. Язык вещания португальский. Владелец Педро Джек Капеллер. Формат изображения 480i SDTV. 5.1. Бывший Екатеринбургский телеканал, вещавший на 51 ТВК. Начало вещания. 11 августа 1994 года. Конец вещания 11 июня 2002 года. Причина закрытия неизвестна. Заменен Ермак. Зона вещания Екатеринбург. Язык вещания русский. Формат изображения 4 на 3 SD. Столица. Бывшая московская ГТК, освещавшая все многообразие жизни российской столицы. Начало вещания 1 июля 1997 года в 7.30. Конец вещания 5 сентября 2011 года в 20.55. Причина закрытия перезапуск. Начало вещания Москва-24. Заменил ГКТ. Заменен Москва-24. Зона вещания Москва. Язык вещания русский. Владелец департамента имущества города Москвы. Формат изображения 4 на 3 SD. Гейм-шоу. Уникальный игровой телеканал. 24 часа все о гиберспорте и другом игровом контенте. Начало вещания неизвестно. Конец вещания 8 февраля 2018 года. Причина закрытия. По словам генерального продюсера Натальи Чайковской, название гейм-шоу не отражало в полной мере концепцию канала. Заменен телеканал Е. Зона вещания Россия по спутниковым сетям. Язык вещания русский. Владелец сигнал медиа. Формат изображения 16 на 9 SD. УТ-2. Также известен как второй канал национального телевидения Украины. Бывший украинский государственный и развлекательно-информационный телеканал. Начало вещания. 1 января 1992 года. Конец вещания 5 сентября 2004 года. Причина закрытия получения каналом 1 плюс 1 лицензии на круглосуточное вещание. Заменил РТР. Заменем 1 плюс 1. Зона вещания Украина. Язык вещания украинский. Владелец кабинет министров Украины. Формат изображения 4 на 3. УТ-3. Украинский общенациональный телеканал. Первый украинский коммерческий телеканал. Трансляция УТ-3 проходила на одной частоте УТ-2. Начало вещания. 26 сентября 1992 года. Конец вещания 14 августа 1995 года. Заменен Интер. Зона вещания Украина. Язык вещания украинский. Владелец кабинет министров Украины. Формат изображения 4 на 3. Телеклуб. Проект РТВА и группы Телекино. В программе канала Социальная классика. Продолжение сериалов и премьеры. Вещал совместно с телеканалом Детский мир. Начало вещания. 1 апреля 2003 года. Конец вещания 14 мая 2018 года. Причина закрытия – уменьшение финансирования со стороны владельца РТВА. Заменен Детский мир. Зона вещания СНГ Прибалтика. Язык вещания русский. В некоторых странах адаптация на местные языки. Владелец телекомпании РТВА. Формат изображения 4 на 3. 24 канал. Бывший московский телеканал, вещавший на 24 ТВК. Начало вещания. 1 января 1994 года. Конец вещания 6 июня 1999 года. Причина закрытия – переход на 23 ДМВ канала в Москве и замена на Дарьял ТВ. Заменен Дарьял ТВ. Зона вещания Москва. Язык вещания русский и английский. Владелец Космос ТВ. Формат изображения 4 на 3. ТВК Липецк. Бывшая липецкая телекомпания. Вещала совместно с РЕН-ТВ на 12 ТВК. Начало вещания. Май 1991 года – основание. 31 мая 1991 года – кабельное вещание. 31 октября 1992 года – эфирное вещание. Конец вещания – 5 сентября 2016 года в 19.30. Причина закрытия – экономические проблемы. Заменен РЕН-ТВ. Зона вещания – Липецк. Язык вещания русский. Владелец РУМЕДИЯ. Погода ТБ. Бывший профессиональный телеканал о погоде в Украине. Начало вещания – 1 февраля 2010 года. Конец вещания – 4 ноября 2013 года. Причина закрытия – продажа частот телеканала Бузинес. Заменен Бузинес. Зона вещания – Украина в цифровом ТВ. Язык вещания украинский. Владелец ТОВ ТРК Погода ТБ. Формат изображения – 576А СДТВ. ТНТ Азия. Адаптированная версия ТНТ для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Начало вещания – 29 августа 2017 года. Конец вещания – 1 января 2018 года. Причина закрытия – неизвестна. Заменил ТНТ Интернешнл в США и Канаде. Зона вещания – Азия и Америка. Язык вещания – русский. Владелец Газпром Медиахолдинг. Формат изображения – 576А СДТВ для цифрового и спутникового вещания. 576А СДТВ для обычной антенны и аналогового вещания. Город ТВ Иркутск. Бывший иркутский телеканал, имевший четкий ориентир на жизнь Иркутска и его жителей. Начало вещания – 1998 год – основание. 3 июля 2000 года – официальное начало вещания. Конец вещания – 26 декабря 2007 года. Причина закрытия – продажи компании «Региональная медиагруппа». Заменен 7 ТВ. Зона вещания – Иркутск. Язык вещания – русский. Владелец Юрий Якубовский. Формат изображения – 4х3. Пионер Иркутск. Бывшая иркутская телекомпания, имевшая опознавательную и документальную направленность. Начало вещания – 25 ноября 2003 года. Конец вещания – 28 августа 2005 года. Причина закрытия – продажи медиахолдингу «Региональная медиагруппа». Зона вещаний – Иркутск, Ангарск, Шелехов. Язык вещания – русский. Владелец – Амалган Базархандаев. Формат изображения – 4х3. ТВ-1 Иркутск. Бывший иркутский телеканал, бывшая версия РТР в Иркутске. Начало вещания – 1 сентября 2002 года. Конец вещания – 31 августа 2005 года. Причина закрытия – продажи частоты телеканалу «Семь ТВ». Заменил РТР – заменен «Семь ТВ». Зона вещаний – Иркутск. Язык вещания – русский. Владелец ГТРК – Иркутск. Формат изображения – 4х3. Гумар ТБ. Украинский развлекательный канал. Начало вещания – 1 февраля 2009 года. Конец вещания – 7 апреля 2017 года. Причина закрытия – официальное заявление руководства о прекращении вещания. Зона вещания – Украина. Язык вещания – украинский и русский. Центр управления – Киев. Владелец Вадим Сойрев и Игорь Шапира. Ну что ж, а вот такой получилась третья часть закрытых каналов. Уже близко Новый Год. Скоро-скоро мы начнем строгать всевозможные салатики, пить шампанское, смотреть в ее обращение Владимира Владимировича, запускать салюты, радоваться наступлению нового 2019 года. Года свинюшки. Ну или кабана, если говорить более тривиальным языком. Мне охота пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях, здоровья и счастья. Ну а этим видео я завершаю сезон 2018 года. Как и в прошлом году. В прошлом году я завершил его первой частью закрытых телеканалов. В этот раз это выпало на третью часть. С наступающим и до встречи в 2019 году.